Я думаю, что в мире не так много людей знают, что такое Норд-Ост-спектакль, но весь мир узнал, что такое Норд-Ост, когда случился этот беспрецедентный захват заложников. Вы в этот день, я знаю, взяли выходной, вы не работали тогда. Что происходило в вашей душе, когда вы услыхали из сводок новостей о том, что на Дубровке такое творится? Вот первая реакция. Как вы об этом узнали? Мне позвонил Серёжа Ткачёв, режиссёр, с которым я работала. С одним вопросом, Катя, ты где? Я сказал, я дома. И он положил трубку. Я ему перезванивала, он трубку не брал. А потом я уже не помню ничего. Я помню, сколько у меня было одноклассников, 32 человека, они все позвонили. Телефон разрывался, все беспокоились, где я, что я. А я вот как вышла в свитере тогда с мужем, мы поехали туда. Там три дня у здания этого и провели. Вот тоже судьба, да? Вы взяли выходной. Почему? Ну вот мы задали вопрос о воздушной гимнастике. Тогда мы готовились к юбилею спектакля, так называемый. Спектакль был молодой, но мы уже отыграли один сезон, и второй вот сезон должен был начаться. И готовились к концерту. В концерте должны были исполнять дуэт Кати и Сани. И там был такой полет на качелях, который придумали. В цирке я тренировалась каждый день, тяжелые были очень тренировки, потому что это воздушная гимнастика, это отсутствие страховок, эти ткани, которые впиваются в руки, потому что ты вот петля, так называемая. Да, вот когда ты ощущаешь, что твоя жизнь в твоих руках, вот я это ощутила там тогда, когда летала. Физически. Просто физически, действительно. Не вообще как какую-то там пословицу и поговорку, а на самом деле. И я тренировалась тогда каждый день. Крепатура была, знаете, пальцами, которые не могли ни пуговицы расстегнуть, ни молнию, то есть они не ложку взять. То есть, ну это очень я устала. И позвонила Ери Плетневой, наша девушка, которая занимается актерами, сказала, можно я отдохну сегодня и не приду. Вот и все. Я знаю сословия Иосифа Давыдовича Кобзона, который рассказывал мне, как он ходил туда и что там он увидел. Какой кошмар был внутри. Когда выжившие артисты вышли, вы с ними общались, что они вам рассказывали? Во-первых, Иосиф Давыдович Кобзон вывел детей из здания. То есть, ну, все-таки место подвигу есть и в мирное время. Ну, это ужасно. Ну, это... Да, конечно, не всех детей. Там было страшно. Ну, понимаете, вот эти родители, чьи дети там сидели, родители стояли под окнами здания три дня. И на них тоже было больно смотреть. И мы не знали, кому сейчас страшнее и больнее. Да нет, я просто... Может быть, мы не будем так ургуляться. Знаете, самая, на мой взгляд... Тема очень непростая.